Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня мы с вами рассмотрим новое правило по русскому языку. Это способы образования слов. Очень важно вначале найти правильное исходное слово, то есть это слово, от которого образовано наше слово. И нужно помнить два правила. Во-первых, исходное слово должно быть очень похоже близким по лексическому значению с нашим словом. И также оно должно иметь как можно больше знакомых букв с нашим словом. Ну что, поехали? И первый способ, который хотелось бы рассмотреть, это приставочный способ. Приставочный, это когда у нас приставка плюс исходное слово. Во-первых, проиграл, приставка про и слово играл, образовано от слова играл. Играл это исходное слово. Кое-как это наречие образовано от как и плюс приставка кое. Но если мы вспомним слово современный, современное у нас образовано приставочно-суффиксальным способом от слова время суффикса и приставка со. Дальше, заоблачного. Заоблачного образовано от слова облачного и приставки за. И некогда. Некогда у нас образовано от слова когда и приставка не. И следующий способ это суффиксальный. Суффиксальный способ это когда к исходному слову у нас прибавляется суффикс. И очень важно запомнить все пункты, которые будут присутствовать в этом правиле. С помощью суффиксального способа у нас образуется. Все причастия, которые у нас образованы от инфинитива, он является исходным словом. Например, рассыпанную. Рассыпать плюс суффикс нн. Также все идеи причастия от инфинитива. Например, проиграв. Проиграть плюс в. Проиграть это исходное слово. Все существительные, которые оканчиваются в именительном падеже, на ане и иене. Например, сожаление. Сожалеть плюс суффикс нн. Дальше наречия. Очень многие, которые оканчиваются на о. Например, одновременно. Образованное от слова одновременный плюс суффикс о. И наречия и местоимения, которые заканчиваются на и имеют в конце то, либо нибудь. Например, какой-то. Какой-то. Какой плюс суффикс то. Еще один пункт это притяжательные прилагательные. Например, слово лисий. Лиса плюс суффикс и. А теперь мы с вами рассмотрим следующий способ образования слов. И это приставочно-суффиксальный способ. Приставочно-суффиксальным способом образуются у нас существительные и наречия. Например, в начале от слова начало плюс приставка в и суффикс е. Очень важное следующее слово это слово побережье. Такие же слова можно привести в пример это поволжье. Будьте внимательны. Побережье образовано от слова берег, приставка по и суффикс е. Этот суффикс е мы не замечаем на письме, однако он есть и есть у нас в речи. Например, побережье. Вот этот вот суффикс е. А просто буква е это у нас окончание. Следующий способ это бессуффиксальный способ. Бессуффиксальным способом, либо как его еще называют безаффиксный, у нас образуются существительные от наречия и от инфинитива. Например, ширь широкий, гладь, гладкий. Но у нас есть такое слово, например, перевозка. Перевозка у нас образована от слова перевозить плюс суффикс к. То есть это будет суффиксальный способ. Но есть другое слово, это, например, перевозы. Тоже образовано от слова перевозить. А так он будет образован перзаффиксным способом. Следующий способ образования слов это сложение. Сложение у нас формируется с помощью сложение двух слов. Например, сельскохозяйственный образованное слово сельское хозяйство. Диван, кровать образованное слово диван и кровать. И также аббревиатуры у нас попадают под правила сложения ВУЗ. Это высшее учебное заведение. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, что вам понравилось это видео. В своем телеграм-канале ссылочка на которую я оставлю внизу в описании. Я опубликую всю теорию и там напишу больше примеров, а также задания. В моем телеграм-канале вы сможете также задать мне вопросы. И опубликую еще один способ образования слов. Это не морфологический способ. Расскажу, чем отличается слияние от сращения. Также переходы наречия в предлог, наречия в тей причастия и так далее. И все смогу это вам объяснить. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. А также скоро начнутся уже обзоры университетов. Всем спасибо большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok